Здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать вам о таком средстве для маникюра как жидкая лента. Это средство предназначено для защиты кожи вокруг ногтя при выполнении таких дизайнов как водный маникюр или градиент. Работать с жидкой лентой достаточно просто. Нанесите ее на кожу вокруг ногтя, дождитесь высыхания в течение 30 секунд или 1 минуты, она станет у вас прозрачно. Выполните дизайн и после выполнения дизайна аккуратно смените ее пинцетом или палочкой. Перед применением жидкой ленты во избежание аллергических реакций проведите тест на одном пальчике. Для сравнения я покажу вам 4 жидкие ленты, представленные на сайте Красотка Прос марок Эль Коразон, Масура и Барлетт. Жидкая лента Эль Коразон. Перед применением необходимо флакончик хорошенько встряхнуть. Наносите на кожу вокруг ногтя по всему периметру. Достаточно плотным слоем можно нанести в два слоя для того, чтобы жидкая лента после высыхания легко удалялась. У жидкой ленты Эль Коразон очень удобный объем 15 миллилитров и подходит для профессионального использования. Жидкая лента Масура. Розовая штучка. Имеет розовый оттенок. Перед нанесением необходимо также тщательно встряхнуть и нанести плотным слоем на кожу вокруг ногтя. Имеет небольшой объем 3,5 миллилитра. Подходит для домашнего использования. Жидкая лента Масура для маникюра. Имеет объем 11 миллилитров. Наносится также на кожу вокруг ногтя перед созданием дизайна. При создании водного дизайна нанесите жидкую ленту на всю фалангу пальца. Жидкая лента марки Барлетт. Имеет профессиональный объем 15 миллилитров. нежно-розового оттенка. И перед применением необходимо встряхнуть. После выполнения дизайна снимите пленку пинцетом или апельсиновой палочкой. Обязательно попробуйте использовать такое средство, как жидкая лента в своей работе. И тогда вы сможете навсегда забыть о коллекторах, кисточках и апельсиновой палочке. Все интересующие вас вопросы оставляйте, пожалуйста, под видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!